Добрый день! Это выставка Синдика-2012. У нас тут сегодня полевая кухня. Обратите внимание, из картофеля добывается электричество. То есть 18-20 вольт из картошки мы можем добыть. Чтобы это сделать, нужно использовать соль и зубную пасту. Ну а теперь сделаем кое-что поинтереснее. Значит, из картошки я сейчас буду собирать радио. Настоящее радио. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого нужно распилить картофель пополам. Разрезать. Так, дальше. Здесь мы проложим обычный целлофановый пакетик. Обычный пакетик прокладываем между двумя половинками картофеля. И сматываем это все дело скотчем. Скотч это основная составляющая нашего радио. Без него у нас ничего бы не получилось. Слава скотчу! Итак. Собрали, значит, картофель. Картофель это наш конденсатор. То есть на нем будет копиться заряд, и он будет обрезать постоянную составляющую напряжения. То есть это фактически основная запчасть. Но, что нам нужно для работы радио? Для работы радио нам нужно также диод. Нам нужно детектирующее устройство. Для этого мы будем использовать карандаш. Здесь у меня есть немножко графика. Значит, здесь вы видите входной сигнал. После прохождения через карандаш, карандаш, как полупроводник, обрежет нижнюю половину. И затем сглаживание произведет картофель. Итак. Вот наш карандаш. Это обыкновенный карандаш. Просто сзади к нему подсоединен медный провод. Сперва я проделываю карандашом несколько отверстий, которые пригодятся в дальнейшем. Так. И затем воткну сам карандашик. Воткну сам карандашик. Ну и медный провод. Втыкаются они по разные стороны от пакета. Дальше. Что нам понадобится еще? Еще, как и всякому подобному устройству, нам нужна антенна. Потому что радио без антенны, ну, никуда, согласитесь. Итак. Оп. Так, далее. Далее нам надо, надо. Наушники, конечно же. Наушники. Где переходник мой? С джека на картофель. Блин, провод был тут только что. Ребят, поищите провод, пожалуйста. Такой коротенький проводочек с кружком на конце. Нет. Там кулу. Да, ну где? Нет, это другой. А вот он. Вот он нашел, нашел, все. Значит, что происходит? Здесь есть на разъеме джек три контакта. Вот этот вот крайний, это земля. Остальные идут на два уха, соответственно, на правое и на левое. Значит, надевается наша земля. Сам джек вставляется непосредственно в картофель на глубиной на два кольца. И третья, это у нас земля, она на другой пойдет в контакт. Что нам нужно сделать далее? Далее это почти рабочее радио, но радио еще нужно заземлить. Заземляем наше радио. Обратите внимание, провод идет в землю, никакого жульничества. Так, нам будет антенка нужна. Дим, есть какая-то? Да, конечно. Вот. Чем длиннее антенна, тем лучше будет. Так. Тем временем я еще раз объясню принцип действия. Картофель выполняет роль конденсатора, а карандаш выполняет роль детекторного диода. То есть, по сути, мы собрали детекторный прием. Вот он прямо перед вами. Так, в принципе, уже можно слушать. Уже, по идее, должно быть что-то слышно сейчас. Продолжение следует...